Стартапы Стартапы Здравствуйте. Позвольте начать с примитивного вопроса. Что такое стартап и почему он на данный момент в России у нас обрел такую популярность? По самому значению этого слова стартап это тот, кто начинает что-либо делать. Начинающий человек в предпринимательстве это человек, который до этого и учился, или работал на кого-то, и сейчас решил открыть свое дело. Как так вышло, что вот стало стартап отдельным таким популярным направлением? Просто стало модным. Откуда же тогда? В Верике, Европа, скорее всего. А вот тогда из каких составляющих он складывается? Появляется, наверное, идея, скорее всего, а потом уже человек начинает и ищет средства на ее реализацию. Мне кажется, таким образом можно назвать стартап, определить. Как правило, каждый ведь считает свою идею гениальной и инвесторам эти идеи не всегда кажутся не такими уж и гениальными. Вот какие идеи имеют больше шансов стать реальным проектом? Реальным бизнес проектом? Интересный вопрос. На самом деле, я могу сказать, что, к сожалению, у нас в клубе молодых предпринимателей прошло большое количество молодых людей, которые начинали свой бизнес, или стартаперы, как вы их назвали. К сожалению, большая часть из них разорялась. Потому что люди считают, что их идея гениальна, носят какой-то уникальный характер и начинают привлекать инвестиции, но на самом деле это не так. Я бы вообще что посоветовал всем людям, которые хотят начать собственный бизнес. Есть у них идеи, нету идеи. Российский рынок на десятки лет моложе западного рынка, Европы или Америки. Первое, что я всем абсолютно рекомендую, посмотрите на Запад. Большинство успешных стартапов, которые я знаю, ну, наверное, все практически, да, это люди, которые взяли идею Запада, принесли ее в Россию и запустили. А в России создать абсолютно новый проект получается намного сложнее, да, чем все-таки взять какую-то западную кальку и сделать это на наш лад? Ну, конечно. Если бизнес-модель уже опробирована, уже работает, и ты знаешь, как ее применить на российском рынке, конечно, с такой идеей намного проще выходить. Требуется меньше инвестиций, меньше усилий. Ты можешь какие-то идеи подсмотреть, подглядеть, как-то модифицировать под наш менталитет, скажем так, и запускать на российский рынок. Ну, то есть здесь речь идет, в общем-то, скорее о бизнес-моделях, не о продукте, не об услуге предоставления. И идея сама. Сама идея точно так же играет важную роль. Эту идею можно точно так же подсмотреть, что и делают, собственно говоря, молодые стартаперы часто подсматривают идею за рубежом. Но, наверное, к этому больше относятся все-таки айтишные стартапы в области IT-технологий. В области интернета сейчас очень стало модно и популярно написать какое-нибудь приложение, сделать какой-нибудь сайт, который что-либо там продавал. Почему это направление популярно? Туда требуется минимальное количество инвестиций. Что такое сайт? Тебе не нужно покупать огромное количество машин, оборудования и прочего. Арендовать площадь. Арендовать площадь, да. То есть это можно сделать из дома абсолютно спокойно на вложение от 5-10 тысяч рублей за создание сайта до нескольких сотен тысяч рублей. И продвигать этот сайт на данный момент можно своими силами, не прибегая к компаниям, которые занимаются раскруткой сайтов в интернете, в соцсетях. Ну, помимо сайтов есть еще, наверное, более какие-то интересные примеры, скажем, именно войти в какую-то нишу. Можете ли вы назвать такие примеры? Что-то совершенно уникальное. Есть такая продукция. Буквально год назад ДЛС общаться, и мы проводили мероприятие. Есть студенты на тот момент 3-5 курса МГУ, которые увидели идею, связанную с определенным химическим средством. Это производилось, это химическое средство в Соединенных Штатах и в Прибалтике. Логистика, за счет логистики и прочего, было очень дорого его продавать в России. Они привезли этот продукт сюда, создали аналогичный, им помогли химики. И у них колоссальный просто, я не хочу просто называть цифры во всеуслышание, но у них колоссальный взлет. Это лучший пример того, как молодые люди, которые учатся, могут создавать бизнес, успешный бизнес, его развивать. Эта идея уникальна, ее в России не было, и, наверное, конкурентов на данный момент и пока точно так же нет. И с точки зрения авторского права, наверное, тоже не придраться. Они запринтовали свою химическую формулу, год назад у них было то ли 50, то ли 60 региональных представительств. И это за 8 месяцев. Третий, пятый курс ведущего вуза России. Пример отличного взлета. Лучший пример. А существует ли какая-то общая модель стартапа? Нужно, предположим, собрать команду сначала, придумать идею, или сначала придумать идею, потом собрать команду, сделать еще дальше какие-то шаги. Ну да, какие-то движения, которые нужны именно в организации своего стартапа. Ну это, наверное, зависит от того, один человек создает свой бизнес, или это группа единомышленников. А лучше одному или с единомышленниками? Бывает по-разному. Здесь нет готового рецепта, но если это единомышленники, то тогда распределяются роли в команде, кто за что отвечает, кто продвигает, кто продумывает. А часто бывает, что бизнес создает один человек, и, например, если это не в Москве, а где-то в регионах, то часто это даже бывает на первых порах какая-то самозанятость. То есть человек просто находит для себя занятие или свое хобби превращает в бизнес и со временем начинает расти. Ну я бы на самом деле посоветовал людям, которые только делают свои первые шаги или хотят открыть собственную компанию, думают в этом направлении, все-таки найти партнеров, а лучше двух, которые бы тебе помогали, которые в тяжелую минуту всегда поставят тебе плечо. Ну, ведь что такое, там, я немножко дальше, давайте шагнем, там, от стартапера. Я вообще не люблю это слово стартап западный, да, мне больше по душе, там, предприниматель. Наша, там, так вот, что такое предприниматель? Человек, который что-то предпринимает. Человек, который не сидит на месте. А иногда, зачастую, когда ты только создаешь свою компанию, или у тебя уже компания работает, у тебя есть персонал, самое сложное, это замотивировать себя самым первым приехать в офис, чтобы проконтролировать, что все вовремя пришли, уйти из него последним, опять же, для того, чтобы составить план, там, дел на завтра, цели, задачи и прочее. И, когда ты один, мотивировать себя намного тяжелее. Когда у вас команда, два-три человека, это намного легче, потому что ты знаешь, что... Ответственности больше. Ответственности больше. И ты знаешь, что тебя всегда могут кто-то пожурить и сказать, так, там, Вася, ты давай подтягивайся, да. А КТ-1, ну, ладно, посплю еще часок, я же директор, я могу. То есть, опять же, можно распределять роли в команде, как правильно заметил Борис. То есть, так вам приходится одному заниматься этими идеями, этой идеей развивать ее. А здесь вы правильно расставили задачи, каждый человек... А если нет? А если бывают же такие плохие моменты, когда один потом берет все, крушит все, что было, и уходит, разворачивается. И такое бывает. Для этого надо заранее, еще на берегу, оговорить все условия, кто чем занимается, вкладывает, не вкладывает инвестиции, если кто-то выходит из компании, на каких условиях он выходит. Независимо от того, с кем вы начинаете свой бизнес, с людьми, с которыми познакомились где-то там на мероприятии, да, там, тусовка стартапов, сейчас тоже очень модно, или это ваши друзья какие-то. В любом случае, вы должны все прописать на бумаге, как брачный контракт. По сути дела, это должен быть. А вообще лучше, если говорить про того, как выбирать партнеров, не делать бизнес своими друзьями. Лучше вот как раз-таки искать людей на стороне. С ними можно быть намного жестче. Вот сколько у меня есть, к сожалению, негативные примеры, когда люди были друзья, нет друзей, вплоть до там, были родственники, они... Но в бизнесе нет друзей. В бизнесе нет друзей, к сожалению. Леонид, ты как раз-таки стартапер. Какие еще первые шаги ты делал на начальном этапе? Вот интересно проследить. Я начинал? Да. Но мне здесь заразилось еще на начальном этапе, это был третий курс, по-моему, если не ошибаюсь. До того, как я эту идею доработал до конца, скажем так, я попробовал несколько других вариантов, более маленьких, скажем, дел, которые приносили прибыль, но в силу обстоятельств просто я их не стал развивать дальше. Та идея, которая у меня сейчас, на данный момент, она очень масштабная и очень крупная. Я, скажем так, хочу заняться жертвоводческим комплексом. Вот. И у меня была программа в прошлом году, вот в этом году, называлась «Помощь...» Я фермер государственная. Я своей программой, своей, скажем так, проектом и собрал двух друзей, да, допустим, скажем так, проще, с которыми уже подготовились документы и пытались участвовать в этой программе. Но, к сожалению, финансовую часть урезали, да, на пособие, скажем так. И нам получилось так, что мы не получили гранта. Из двух миллионов урезали до 600 тысяч. Вот. А у нас идея была как? Получить грант и взять, ну, как бы, еще часть суммы и взросли в Хосбанк, да, допустим, там, какой-то определенный подкредит. Вот. И через два-три года это уже была полная окупаемость, и, как бы, деньги уже появились бы, но осталось такое, что не получилось. И получилось отказаться от этого и идти дальше. И я остался один в команде, да, потому что кто-то своим делом занялся, кто-то другим, открыли свои маленькие дела. Я вот дальше пошел своим детичем и развиваться потихонечку. искать дальше месяцы. Ну, а ты заключал какие-то договора со своими друзьями перед тем, как начать? Нет, это было все, как бы, устно и спонтанно. А не жалеешь о том, что не заключал? Нет, там ничего такого, в принципе, не было. Все были, как сказать, это, приносили только плюсы. Там кто-то занимался рекламой, кто-то сайтом хорошо владел, кто-то были знакомы через связи, где-то так налаживали все это. Ну, так-то добывали информацию все вместе. И просто кто-то не видел дальше, как бы, пути, да, для себя. Вот. Я просто видел всю ситуацию, потому что моя идея, я ее видел изначально, да, просчитывал, там, что, как, да как, по полочкам разложил, и понимал, что я к чему-то приду рано или поздно. Просто люди остальные, как бы, друзья мои, они не видели этого, они видели часть, только вот финансовую, скажем так. Что вас смотивировало, вот мы говорили о мотивации, да, как вы увидели эту идею, как она к вам в голову пришла, вот этот момент? Вы поняли, что вот это вот возможно стало, в какой момент, когда вот нашли зерно? Ну, животноводческий комплекс, я понял, что это очень прибыльно, потому что, ну, я в голове себе усвоил несколько вещей. Что будет востребовано в разное время, да, в любое время, это, как бы сказать, да, пища и зрелище, и пища и зрелище, как сказал македонский, да, если не ошибаюсь, вот. И я понял, что производство, допустим, того самого мяса в нашей стране будет всегда востребовано. А если вы попробуете кратко, уникальное предложение ваше, да, вот чем вы занимаетесь, характеризовать в одном предложении ваш бизнес, да, вот как он, на чем построен, вот что вы делаете? Животноводство понятно, там, мясо понятно, вот, ну, как у вас работает эта модель? Это система? Да. Ну, эту систему я тоже много изучал, да, информацию, я получил, ну, как бы взял тоже, я скажу так, канадская технология есть. Вот, идея была придумана в счет того, что очень короткий способ, очень минимальное вложение и очень хорошая быстрая отдача. Вот, мне понравилась идея канадцев, и, как бы, я ее придумал перенести к нам, почему бы нет, попробовать. И двух миллионов это было бы достаточно? Нет, двух миллионов, это я говорю, что это государство могло обеспечить нас, как бы, начальным этапом. Вот, остальную сумму, порядка еще четырех миллионов, я планировал взять в кредит у Росфельхозбанка. Как вы оцениваете? Нет, не получилось. Как вы оцениваете? Считаете, что это не имеет шансов на жизнь, этот проект? Есть только одна идея, как бы, да, вот, безначального инвестиции какие-то средства. Ну, лично я считаю, что пока ты молод, вот, пока ты молод, как раз-таки надо заниматься бизнесом. Неважно, взяли вы эти два миллиона, еще четыре миллиона, разорились, ничего страшного. У вас пока нету семьи, детей, у вас ответственность минимальная, вам есть куда прийти к родителям. Когда человек переходит в некоторую границу, и у него по ним ответственность не только за себя, но и за семью, которую он должен содержать, вот тогда, наверное, уже, тогда надо обязательно задумываться перед тем, как делать такие ответственные шаги и брать такие суммы в кредит. Пока вы молоды, не получилось, ну и что? Бизнес, он, дело такое, сегодня пошел, завтра не пошел. Мы встречались с одним из, значит, в нас клубе делали недавно одно мероприятие, бизнес-ужин с человеком, с очень крупным предпринимателем российским, входит в российскую сотню Forbes, так он сказал, у него за время его существования в бизнесе было 380 компаний. 380, но, да, он в Forbes, там, может быть, но я не думаю, что все 380 у него стали ему приносить прибыль. Сегодня бизнес пошел, завтра не пошел, это дело такое, никогда не стоит опускать руки, ваши партнеры ушли, они ушли в другие бизнесы, ничего страшного. Добивайте свою идею, если вы уверены, что это будет работать. Предприниматель как раз тем и отличается от других людей, что он никогда не останавливается. Он всегда ставит перед собой цель и задачу, всегда их достигает. И именно эти, и не важно, что это будет уникальная канадская технология, или вы просто будете выращивать кур у себя на заднем дворе и продавать их. Если вы это будете делать полномерно, я прошу прощения за сравнение, вот как дятел, в точку бить, 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 вот недавно говорится, вода камень точит. Если вы вот так вот будете бить, 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 ваш проект вырастет. И что касается инвестиций, не стоит так же складывать, падать духом, у меня не получилась инвестиции привлечь. У меня есть один из друзей, так он получил инвестиции, когда пришел на сотую или 110-й какой-то сбор инвесторов. Когда ему уже говорили, о, Макс, привет, это ты? Как проект, нашел инвестиции? Он говорит, нет, не нашел, ну вот мы вот это сделали. Кто-то один сказал, слушай, ну раз ты такой упертый, я вкладываю деньги не в твою бизнес-идею, я вкладываю деньги в тебя, потому что я знаю, ты это дело дошмешь. Стартап от английского «запускать» – идея бизнеса, проект с нуля. Его цель – в самые быстрые сроки привлечь инвестиции, реализовать план и получить прибыль. Любой стартап начинается с идеи. Главное условие – оригинальность. Иногда замыслы успешных стартапов казались поначалу нелепыми или даже безумными. Например, интернет-мессенджер с сообщениями длиной не более 140 символов. Никто не думал, что такой проект выживет в эпоху блогов. Зато сейчас Twitter – популярнейший сервис с многомиллионными людьми. Итак, главный компонент стартапа – инновационная идея. Следующая составляющая – команда. Команду можно собрать из друзей, знакомых, но можно и найти в глобальной сети. На сегодняшний день в интернете существует множество контактных баз стартаперов. На виртуальной платформе находят друг друга и инвесторы с командами. Наиболее популярны проекты в области IT. В целом, закрытых рынков и стартаперов нет. Будь то программные обеспечения, дитинские технологии, логистические системы и многое другое. Стартап, пожалуй, единственное место, где директором может стать студент. Многие гиганты рынка, таких как Google, Facebook, ВКонтакте и LiveJournal, всего несколько лет назад были обычными стартаперами, авторами которых были тогда никому неизвестные молодые люди. Теперь успех Цукерберга не дает покоя остальным молодым и амбициозным. В 2006 году 21-летний Павел Дуров запустил социальную сеть для студентов, прототип Facebook, ВКонтакте. Сейчас Дурову 25, и он миллионер. Студенты Стэнфордского университета, Лэри Пейдж и Сергей Брин, запустили Google.com, когда им было по 25. Если раньше в неординарные идеи даже верилось с трудом, то теперь успешные предприниматели стремятся вложиться в подобные проекты и приумножить капитал за счет молодых умов. Кроме частных инвесторов, на стартапщиков обратило внимание и государство. В конце ноября Владимир Путин решил учредить специальный фонд на базе Агентства стратегических инициатив, из которого будут финансироваться интернет-проекты. К февралю 2013 года ВАСИ намерены проработать концепцию, по которой будет действовать интернет-биржа проектов. Она станет софинансироваться гражданами и государством. В отличие от США, где подобная поддержка молодых проектов осуществляется уже 80 лет, в России все только начинается. Поэтому, с одной стороны, у нас сложнее сделать стартап, а с другой, наоборот, проще занять какую-то нишу, пока нет большой конкуренции. А вот с точки зрения образования, да, человек, заканчивая какой университет, может быть, бизнесменом более успешным, нежели... Это очень хороший вопрос. Он сегодня обсуждался на предпринимательской конференции в Москве, которую проводил Эрнстенд Янг. Дело в том, что от образования часто это не зависит. Это все-таки зависит от склада характера человека, от склонности к занятиям предпринимательства. Но, правда, есть проблема в том, что в нашей современной, немножко костной системе образования, что у нас предпринимательство не учат как таковому. Вот Запад приводился, к примеру, по-хорошему, в любом ВУЗе, независимо от предметов, специальностей, предпринимательство студентов должны учить. То есть им должны показывать две дороги, что ты, закончив ВУЗ или даже учащийся, то есть ты можешь работать на кого-то, а можешь работать на себя. И здесь неважно, ты можешь создать этот бизнес, еще учась, сразу после ВУЗа, или поработав немножко на кого-то, набравшись опыта. Но то, что предпринимательство, это одна из профессий, у нас сегодня даже день предпринимателя отмечается. Вот это очень важно. И вот в этом у нас есть пробел в обучении, в принципе. Ну, значит, есть пробел в чем-то конкретном. Что человек должен конкретно знать? Может быть, документы оборот, финансовую сторону, экономику. Вот что лучше? Знаете, мне кажется, что вот даже в примере, который мы сейчас слышим, есть одна вещь, это проработка, собственно, бизнес-плана. То есть я согласен с мнением, которое высказывалось, что, безусловно, нужно держать, не нужно опускать руки, нужно продолжать, но явно чувствуется, что тот же бизнес-план нужно доработать. То есть нужно видеть, сколько реально нужно, как пошагово это будет делаться. То есть бизнес-план не просто под деньги, а бизнес-план под бизнес. А что касается знаний, мне кажется, что знания есть как специфические, технологические, то есть понимать, каким бизнесом ты занимаешься. Но здесь можно и людей одновременно тоже нанимать и привлекать в команду, которые в этом разбираются. И второй момент, ну, это то, что вот мы в своей среде называем основами предпринимательской грамотности. Так же, как для того, чтобы человек финансировал свое будущее, нужно обладать основами финансовой грамотности. Чтобы заниматься предпринимательством, нужно обладать основами предпринимательской грамотности. То есть начать разбираться, если еще не было такого опыта, в управлении, в маркетинге, в финансовых вопросах, в бухгалтерских, в юридических, в том же заключении контрактов, про которые мы говорили. Для этого насколько актуально привлекать консультантов в свое дело? Ведь все-таки закрытые процессы, все-таки бизнес это доступно именно тем, кто управляет, мне так кажется. То есть основная информация. А консультанты вынуждены раскрывать некоторые стороны. Насколько это часто делается? Может быть не стоит в этом смысле замыкаться только на консультантах. Методы есть разные. Вот мы тоже сегодня с коллегами до передачи это обсуждали. Вот классическая международная модель поддержки стартапов говорит о том, что стартапу помимо финансирования необходимо консультирование, ну вот именно в составлении бизнес-плана. Необходимо обучение, про которое мы уже говорили. И замечательно было бы, чтобы он принимал участие в обучении у самих предпринимателей. Чтобы учили не учебные заведения часто, а те организации, бизнес-тренеры, опытные предприниматели. В этом помогают тренинги, которые сейчас создаются, стартап-тренинги различные? И тренинги в этом помогают. Еще есть одна очень важная вещь, это наставничество со стороны опытных предпринимателей. То есть когда есть такой комплексный подход, тогда выживаемость бизнесов, вот тех же стартапов, через три года будет составлять достаточно приличную цифру, там порядка 85% на международном уровне. Если стартапы создаются вот просто таким образом, то, к сожалению, уровень неудач, он наоборот. То есть 85% в течение трех лет проваливается. Я хотел бы добавить, одна из ошибок, которую совершают стартаперы, начинающие предприниматели, они говорят, ой, это моя идея, я никому ее не расскажу, не скажу, ее украдут. Я говорю, слушай, у меня таких идей 10. Если ты одну из моих реализуешь, я тебе еще деньги дам. Вопрос, да, есть люди, которые там, возможно, вариант, когда идеи ваши могут украсть, но это там 5-10%. И то, по большей степени, я вот за 7 лет ведения бизнеса, я ни разу не слышал, что у кого-то украли идею. Но люди, я не знаю, может быть, это какой-то менталитет, такой странный, люди боятся полностью рассказывать про свои бизнес-идеи. Тем более стартаперы, которые думают, что-то они что-то уникальное придумали. Зачастую, к сожалению, это не настолько уникальное, а если это уникальное, зачастую это никому не нужно. Поэтому стоит лучше рассказать об этой идее. И вот, как я привел пример, очень часто люди с деньгами вкладываются не в идеи, а в команду. И дальше уже направляют, как наставники, как некие менторы, выводят, немножко преобразовывают эту идею, как они считают, она будет более финансово привлекательной, и выводят ее на рынок. Хорошо, тогда какие проекты сейчас выживают на рынке нашем, российском? Это в основном IT или, может быть, тот же сельскохозяйственный? Интересный вопрос. Борис, как вы считаете? Мы не подводили какой-то определенной статистике. Я считаю, что выживают наиболее продуманные и поддержанные идеи. То есть, главное, опять же, идея, не идея, а по вашим словам, это чувствуется, что даже не идея, а сама форма реализации ее, насколько ты правильно к ней подойдешь. Абсолютно верно. То есть, если вы скажете, какой-то тренд, который завтра, если ты начнешь работать, принесет тебе миллион долларов, я туда пойду первый. Тяжело сказать. Есть какие-то направления и рынки перспективные, которые будут через 5-10 лет востребованы, но туда, как правило, требуются очень большие инвестиции. Это связано, это в основном технологичные разные, либо связано с разного рода ресурсами, с недрами нашими. То есть, туда требуются очень большие инвестиции, и это проект явно не стартап. Хорошо. На какие тогда вопросы нужно ответить себе в первую очередь, начиная с стартапа? Мы выяснили, что нужен бизнес-план, нужна четко продуманная идея. Команда. Команда. Что еще нужно? Не есть, не пить, не получать денег в течение долгого времени. Терпение. Терпение. То есть, быть готовым рисковать, брать на себя ответственность. И узнавать, наверное. Много читать. Читать, быть упертым. И понимать, чего ты не знаешь, и получать эти знания, добиваться их разными способами. Мне кажется, сейчас половина, кто хотел открыть фирму, уже... Передумали. Да, ну и вот. Но, Леонид, вы были так же последовательны в том, что мы сейчас находимся? Да, все это есть. Есть бизнес-план, есть много уже прочитанной информации по поводу этого. И я думаю, что терпения у меня тоже достаточно, потому что уже три года я с этой идеей рвусь, рвусь. Не скрою, что я сам в Солгородской области. Вся эта идея у меня появилась там, зародилась. Вот буквально полгода назад я переехал в Москву, чтобы эту идею найти инвестора здесь и реализовать ее там. Это мне очень понравилось. Если можно, маленький пример приведу, как человек открыл собственный бизнес. Недавно в клуб к нам вступил молодой человек. Значит, он... Ну, я спрашиваю, как ты начал бизнес свой? Он говорит, ну вот я год назад приехал в Москву, пытался устроиться. Никто не взял на работу. Я взял на работу. Пришел заняться собственным бизнесом. Сейчас два магазина, нормально работаю, хорошо все. То есть, иногда это бывает так, что условия заставляют нас загонять такие рамки, что у человека ничего другого не остается. Жизнь не заставила стать. Жизнь не заставила. Это, кстати, очень хороший пример, потому что это было особенно вот в период финансового кризиса. То есть, если до этого те же студенты более гарантированно находили работу, то в период финансового кризиса молодежь, ну это общеизвестная статистика, они первыми теряют работу, молодые специалисты, до трех лет. И выпускникам вузов становится труднее устроиться на работу. И иногда получается, что, вот как мы говорили про самозанятость, иногда от безысходности, то есть человек пытается что-то начать, его не взяли на работу, он начал свое дело, и слава богу. Потому что он находит себя, находит свою нишу, и через какое-то время потом вспоминает, говорит, что я мог в это время на кого-то работать, я уже работаю на себя. В этом смысле это, кстати, может быть одним из самых главных стимулов. Да, предпринимательство очень непростое дело. Но вот это вот ощущение того, что ребята свою собственную жизнь держат в своих руках, и ни от кого не зависят, ну, по крайней мере, от какого-то начальства, на которое они раньше работали, это, конечно, здорово. Ну, это и ответственно. Предположим, стартап прошел, идею поддержали, предприниматель какой-то иный решил, да, хорошо, вложу в тебя деньги. А дальше он контролирует всю эту идею, как эта цепочка происходит. Он вкладывает деньги дальше, он следит за его работой, какой процент ему возвращается, как правило. Вот у нас просто немножко другая схема. Та схема, про которую вы говорите, это когда инвестор участвует, и, соответственно, дальше потом каким-то образом что-то с этим происходит. Это схема, которую знаю я. Расскажите мне о той схеме, в которой работаете вы. В той схеме, по которой работаем мы, и вот такая программа есть в около 40 странах мира. Поддержка стартапов с нуля, то есть это молодые ребята от 18 до 35 лет. И когда они начинают, мы понимаем, что они делают первые шаги, у них нет еще ни залога, ни поручительства. То есть мы считаем, что их нужно поддержать, помочь им разработать бизнес-план. Они должны получить финансовые средства, но опять же мы считаем, что лучше, чтобы это были не гранты, не субсидии, а заемные средства под разумный процент. Но это учит финансовые грамотности, ответственности. После этого они проходят обучение, они получают наставника, и это их бизнес. Вот в данном случае для небольших стартапов, для молодых начинающих предпринимателей, мы считаем это идеальной моделью, потому что любые другие бизнесы, IT или что-то такое, это уже более крупный бизнес, там венчурные есть инвестирования. Но вот для обычных бизнесов, которые создаются у нас в регионах, часто это бывает в сфере услуг, ну не знаю, парикмахерскую кто-то открывает, ателье по пошиву одежды, мини-пекарне, какие-то, ну вот такие вот банальные вещи, которые тем не менее на этой территории нужны для ее развития. И вот если ребята идут этим путем, то в течение первого года все становится понятно. Если это действительно их дело, если у них там горят глаза, если у них есть хороший наставник, они учатся, то через год этот бизнес уже просто разрастается таким образом, что ребят уже не остановить. Я знакома с одним предпринимателем, который говорил, я не обращаю внимания вообще на тех ребят, которые приходят с идеей открыть кафе или парикмахерскую. Как вот вы считаете, какие проекты вообще не стоит ни за что открывать? Во что бы вот вы лично никогда не вложили денег? Очень странно слышать насчет кафе и парикмахерской, потому что у меня как раз есть другие примеры в тех регионах, в которых мы работаем. Там тоже Воронежскую область взять. Это очень хороший вид бизнеса, особенно в районных, удаленных от крупных областных центров. И очень часто тех же, извините, парикмахерских просто не хватает. Правда, я бы не вложился, наверное, в кафе. У меня был ресторан, он разорился, я больше в эту область никогда не пойду. А пример хорошего проекта, в который сразу находятся инвесторы, есть такой вот? Что он должен в себе содержать? Это должно быть уникальное предложение. Неважно в какой-то сфере. Би-ту-би, стройка или еще что-то. Но если вы предлагаете какие-то уникальные условия для инвестора, естественно, он пойдет. С гарантией, с минимальными рисками для его инвестиций. А правда говорят, что инвесторы часто обманывают тех, в кого вкладываются сначала какой-то процент. Один обещает, потом другой. Вы уже заулыбались. Ну правда, потому что это мифы. Это мифы. Вот надо, не знаю, книжку написать 10 мифов о стартапах, да, или об инвестициях в стартапах. Я за свою жизнь такого не видел ни разу, чтобы кого-то где-то обманули. Стартаперы, как правило, обманули. Мне вот один мой друг привлек инвестиции на миллион, ему полмиллиона дали, а потом кризис, он разорился, он пришел к инвестору, долларов, чтобы мы понимали, да, он пришел и говорит, ну извини, я твои полмиллиона долларов потратил. Ну инвестор что делать? Утерся, полгода проходит, вроде бы из кризиса вышел, он говорит, слушай, у меня новая идея есть, да еще полмиллиона. Инвестор говорит, ладно, на тебе оставшиеся полмиллиона, дал, дал. Ну вот и все-таки о страхах. Вы сказали написать книгу, поскольку рынок стартаперов, он вообще расширяется, много очень в связи с этим образуется, консалтинга очень много, люди идут туда, бизнес-группы образуются какие-то. Выпускается много книг, как достичь успеха за месяц, как стать миллиардером. Колоссальными темпами все развивается. Как важно не прогадать здесь, как важно не ошибиться, как важно довериться именно в нужную какую-то структуру. Какие-то есть у вас пожелания, что ли? Пожелания? Пожелания. Я понял. Ну, на самом деле, я не вижу ничего плохого в ошибках. Да, да. Люди учатся только на своих ошибках. Никто не хочет ошибаться, вы же понимаете. А книжки у них тогда нужны? Вы учитесь на чужих ошибках? Нет. Люди учатся на своих ошибках. Вот что бы мне ни говорили, я такой умный, я вот прочитал книжку. Лучше ты совершишь ошибку, в следующий раз ты поймешь, что это лучше не делать. На всю жизнь запомнишь. Поэтому я в ошибках ничего плохого не вижу. Это опыт. И книжки эти лучше не читать, которые продаются в жизни? Нет, нет. Книжки, безусловно, надо читать. Во-первых, это вы решаете свой кругозор, вы смотрите разные модели управления бизнеса, ведения, ну, вот какую область там не возьмите. Но если вы пойдете там не в ту сторону, ничего страшного. Вы получите опыт, вы в любом случае получите знания. Пусть и, которые не в ту сторону, но это тоже знания. Главное, чтобы ваши опыты и знания потом переросли в одну вещь, в навыки, которые вы умели дальше применять. Но это в лучшем случае. В общем-то, вы советуете слепой вариант просто делать. К черту все, берись и делай. А другого варианта на самом деле не существует. Потому что, если люди читают одну книгу, говорят, я буду делать так же, как этот автор. Делает, не получается. Почему? Потому что автор шел своим путем. Конечно. А он пытается повторить его путь. И в этом смысле, да, знания хороши, но я согласен. Только опыт. Негативный опыт, это все равно опыт. А без опыта в этом смысле, особенно в предпринимательстве, вообще без опыта невозможно. Потому что само слово, почему мы говорим слово предприниматель, мне оно тоже больше нравится, чем стартапер. Он предпринимает. Если он не предпринимает, он не предприниматель. У меня есть такой один вопрос. Я хочу, чтобы сначала на него ответил Леонид. Потом вы. Леонид, как ты считаешь, почему у нас в России почему-то все стартаперы считают, что, ну, наверное, большинство сильно замахнулось. Если у него есть какая-то гениальная идея, как тоже он считает, стартап, то сейчас тут же посыпятся деньги. Я так не считаю, честно. Но многие, наверное, считают. Кстати, я даже так и не думаю, что многие считают. Я считаю, что те, кто так думают, это либо те, у кого есть, оригинальная идея, что этим еще никто не пользуется, да, новая какая-то. Либо, ну, это какая-то идея, которая, не знаю, там, на миллион, что ли, там, я не знаю, придумал. А так я, как бы, не соглашусь этим мнением. Они совершают другую ошибку стартапера. Какую? Они считают, что дай им немножко денег, и тут же они начнут продавать, покупать, у них все будет прекрасно, и проект их тут же заработает. Вот это их главная ошибка. Люди, как правило, ну, это, наверное, не только в стартапах, в принципе, это в бизнесе. Часто люди переоценивают возможности или потребности рынка. Вот я сейчас сделал приложение, его в App Store закачал, ну, миллион человек скачают. Ну, сколько у людей, там, iPhone, сколько, 100 миллионов? Ну, хотя бы 1%, ну, ладно, полпроцента. 500 тысяч скачают, значит, я заработаю там полмиллиона долларов, все, шикарно. Но, на самом деле, к сожалению, происходит не так. Тое приложение никому не нужно, ты немножко переоценил рынок, что в App Store из 100 миллионов, у кого есть iPhone, там, пользуются им только 10 миллионов. Ну, вот какие-то такие моменты, и в итоге ты понимаешь, что, ммм, черт, придется работать, и придется продвигать продукт, и придется его усовершенствовать, и бороться с конкурентами. Оказывается, кто-то такое уже делал. Но это бизнес. Что ж тут? Все названные вещи, они как раз входят в нормальный, разумно составленный бизнес-план. Потому что если человек не провел анализ рынка, не посмотрел, что делают конкуренты, не занялся маркетингом и продвижением своей продукции, вот он как раз наталкивается на эти грабли. А в таком случае, есть ли какие-то иконы стартапа, скажем, такие яркие-яркие примеры, где вот часто очень на бизнес-тренингах приводятся их примеры, как вот они поступили. Есть в копилке, я не знаю, ваших знаний? Любая икона в этом смысле будет заводить в тупик. То есть, конечно, нужно видеть яркие примеры, но нельзя повторять их пример. Мне понравился один человек, он мне сказал, что твоя компания, ты никогда не станешь Майкрософтом, даже об этом не думай, ты никогда не станешь Ноки. Не стоит гнаться за лидерами рынка. Надо создавать собственный рынок, выходить на нем и быть на нем лидерами. Аленя, а для тебя есть какой-то пример, на кого бы ты хотел равняться? Скажу так, что недавно слышал пример, просто я сказал, что вдруг, что я приехал в Москву, допустим, там какие-то минимальные средства в кармане и хочу реализоваться. В принципе, у меня все получается сейчас. И найти инвесторов для своего бизнеса. Мне сказали, что была такая девочка в Америке, сейчас она очень популярна, она приехала с минимум средств, там что-то около 3-4 баксов в кармане, приехала в Голливуд, и сейчас она популярная певица, ее зовут Аврил Лавинг. И я думаю, что очень круто. На самом деле, бизнес у нас с вами лежит под ногами, но 9,9% людей его просто не видят. И говорят, ну я не знаю, ну что там можно придумать. Один из таких примеров мне очень нравится. У нас в клубе есть Андрей Саченко. У него портал, называется sportarenda.com. Что он делает? Он объединяет, немножко с другого края зайду. Я не знаю, кто из вас занимается там активным видом спорта, командными. Попробуйте найти там футбольный или баскетбольный зал. Вы вобьете, да, вы там увидите Лужники, не знаю, там Крылацк, еще какие-то фитнес-центры. Но при этом каждый из нас знает, что есть какие-то фоки в районах Москвы, есть школы, которые сдают, есть колледжи. И залов предостаточно. Но найти это очень тяжело. Он с партнером. Создали этот портал sportarenda.com. Прошли по всем школам, спортзалам и прочее. Собрали всю информацию. Сделали огромную базу данных. И сейчас у них самый популярный сайт в интернете по поиску вот таких площадок игровых. Футбол, баскетбол, вплоть до керлинга. Человек может найти. Значит, зарабатывают на рекламе с этого сайта. Первоначальные инвестиции, там, 300, 30-40 тысяч в создание этого сайта. Все. Они сделали бизнес из воздуха. Они ничего не придумывали гениально. Они просто посмотрели на то, что человеку нужно. А сейчас они начинают эти идеи тиражировать. Они запустили одну бизнес-модель. Они говорят, ага, я знаю, что вот здесь вот это тоже можно объединить, здесь, здесь, здесь. И по запущенной бизнес-модели запускают проект, который приносит, они, может быть, не приносят миллионы долларов. Они не приносят стабильный доход, который им позволяет работать, хорошо жить и запускать новый бизнес-проект. А в других регионах нашей страны необъятной сложнее начать свой бизнес? Как вы считаете? Или наоборот легче, потому что там гораздо меньше того, что есть в мегаполисах. Тут можно просто приехать посмотреть. Рынок Москвы, я думаю, не стоит даже сравнивать с всей страной. Он колоссальный, он огромный. Здесь нереальное количество денег. В регионах, в других городах, да, можно делать бизнес. И люди делают его, делают успешно. Какие-то идеи они подсматривают в Москве, какие-то также подсматривают на Западе. Но существуют свои проблемы. Проблемы с локальностью рынка, с его просто объемом, там, меньше потребителей у тебя этого услуги или товара, с привлечением каких-то там инвестиций. Его, конечно, делать сложнее, но делать можно и нужно. И опять же, есть положительные примеры, когда молодые люди, еще учась или выйдя с студенческой скамьи, создавали свои компании и успешно их развивали. Вот когда мы говорим о стартапе, это молодые люди, которые идут зарабатывать деньги своим умом, там, трудом, бизнесом и так далее. Когда они приходят на бизнес-тренинги, их учат зарабатывать эти деньги. Ставится ли вопрос когда-то, вот во всей этой череде последовательности бизнес-жизни человека о том, о бизнес-культуре, о клиент-ориентированном маркетинге, о том, чего катастрофически не хватает везде. И в Москве в том числе, и в крупных компаниях и так далее. О корпоративной культуре. Где этому научиться? И понимают ли молодые люди, которые приходят в стартап, именно эту культуру? Я могу здесь привести пример. Буквально несколько дней назад мы проводили форум лидеров молодежного предпринимательства. И мы решили проводить его не в Москве, а в регионах. Он был проведен в Ростове-на-Дону. Туда приехал один из опытных предпринимателей, наставников из соседней Воронежской области. И мы вручили ему там курс этики бизнеса, который разработан нашей организацией с привлечением опытных преподавателей, а вроде бы до этого мы передавали этот курс крупным учебным заведениям. Потому что мы считаем, вот мы говорили про систему обучения, что этики бизнеса пора уже все-таки учить и студентов, и на программах MBA, что есть все-таки правила и ценности, которыми нужно руководствоваться и в бизнесе. Но мы передали этот курс этики бизнеса этому опытному наставнику и предпринимателю, потому что он сам какое-то количество времени назад пошел в школы к студентам. Он читает финансовую грамотность, предпринимательскую грамотность. И он сказал, что да, настало время, я хочу и этот предмет еще рассказывать школьникам, рассказывать студентам, объясняя, что да, бизнес это про деньги, это про реализацию себя, но это еще и про то, что вы живете не в пустыне, вокруг вас есть люди, у вас есть ваши сотрудники, и от того, как вы относитесь к партнерам по бизнесу, к сотрудникам, к той среде, где вы работаете, зависит то, насколько успешным будет ваш бизнес, и не просто делание денег. А в регионах особенно это важно, потому что вот те молодые ребята, которые начинают заниматься своим бизнесом, они часто остаются на этой же территории, они не уезжают, а развивают свою собственную территорию. И это, в частности, решает проблему только молодежи из тех территорий, где они не видят, как себя занять. А наши российские проекты молодых людей, они популярны у западных инвесторов? Западу, конечно, интересен российский рынок, еще раз скажу, потому что он большой, здесь всего лишь мы 20 лет занимаемся предпринимательством. У нас есть в клубе отделение за рубежом, далеко не будем ходить, возьмем там ребята из Прибалтики. Буквально на прошлой неделе мы с ними встречались и обсуждали простейший вопрос о том, что предприниматели из Европы боятся вкладывать деньги, они хотят, но боятся вкладывать деньги в Россию, потому что считают, что здесь медведи ходят по красной площади, что здесь все обманут, что Россия такая страна, где вот только взятки, что коррупция процветает, что бюрократия, твой бизнес зажимают. Но и это отрицать нельзя. А я отрицаю, не зажимает их никто, они никому, потому что они интересны, там нет денег, мы не говорим про большой бизнес. Так вы не ответили все-таки на мой вопрос, западные инвесторы хотят вкладывать в наших российских ребят деньги или нет? Ну, они, наверное, хотят вкладывать в бизнес, а уже ребята это или состоявшиеся предприниматели, это вопрос второй, и здесь все зависит от этой инвестиционной компании. Мы сейчас, наоборот, другую тенденцию наблюдаем, что наши молодые ребята и предприниматели, они начинают выходить на западные рынки, то есть тот, кто устойчиво стоит на ногах, очень часто предпочитает не поиск инвестора себе, то есть он уже достаточно состоятельный, чтобы брать заемные средства в банках, не полагаясь на инвестор, он развивает свой бизнес и уже выходит на международные рынки. Леонид, а ты бы хотел выйти на международный рынок в дальнейшем, в мечтах? Есть такая идея, выйти потом с экспорта туда. У меня просто было два предложения, скажем так, из европейских банков с процентной ставкой, но я посчитал, что это очень рискованно, во-первых, потому что неизвестно для меня еще это европейское, допустим, и очень низкий процент ставки кредитования, но как-то так сомнения меня все-таки одолели, не стало рисковать. Я бы на вашем месте все-таки посмотрел бы в эту сторону, что касается вообще, в том числе, рынка сельского хозяйства или какого-либо производства, очень много европейских банков, которые, если вам необходимо оборудование под вашу ферму, западные компании кредитуют тебя под это оборудование при условии, что ты купишь в какой-то, ну, вы же, или там в этой стране на это оборудование. И очень прекрасные ставки. Три, пять, семь максимум процентов. Да, минимальный процент. Да. Зачем платить в российском 15-20 процентов? Это же просто грабеж, извините меня. Но он и бизнес должен развивать в той же стране, которая ему давала. Нет, нет, нет. Я, к примеру, хочу, вот мы проходили там с ним одно, на там, нужно оборудование. Мы его покупали, должны были покупать у чехов. Чешский банк был готов нас закредитовать, если мы купим это чешское оборудование. Под ставку там семь процентов. Ну, что это? Это ниже, чем инфляция, шикарно, понимаете? Почему бы и нет? Поэтому они в залог берут же это оборудование. Вообще прекрасно. То есть не надо квартир рисковать своей. Риск минимальный. Риск минимальный. Это в России здесь большие ставки. Если вы придете, даже 4 миллиона в Россельхозбанке вас попросят там машину, квартиру. 15 процентов. Это хорошая ставка, кстати, 15 маленькая. И самое главное, там, никогда не закладывать свое имущество. Это первое. А второе, вообще, это одно из таких тоже правил. Я очень часто его встречаю, когда общаюсь уже с состоявшимися предпринимателями. Они не вкладывают собственные деньги, в принципе. Они либо кредитуются, либо ищут инвесторов. Зачем вкладывать собственные деньги? Можно же и прогореть. Дайте, пожалуйста, совет молодым ребятам, которые планируют начать свой бизнес. Бизнес – это очень сложный путь. Но, как сказал Шарль Деголь, ходите сложными путями, на них вы встретите меньше конкурентов. Поэтому я хотел бы всем пожелать, чтобы они никогда не отступали перед своими преградами, ставили перед собой цели и задачи и всегда шли только вперед и добивались их выполнения. Борис? В продолжение я бы пожелал молодым ребятам быть собой, чувствовать то, что им нравится, идти своим путем, дерзать, учиться и никогда не сдаваться. Да, ну, добавить тоже нечего. Пожелал бы только терпения, идти к своему пути, своим путем и добиться успеха. Бизнесмены говорят, что в современном мире нет границ для денег, талантов и идей. Красивые взлеты молодых и успешных бизнесменов манят многих. Повторить их успех, конечно, сложно, но, возможно, главное стремиться к цели. Надеемся, что и наш проект «Все свои» когда-нибудь принесет дивиденды. Это была программа «Все свои». До встречи на следующей неделе. Спасибо вам большое за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова